Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. У военных летчиков поменяли начальника, баскетболисты красных крыльев на выезде проиграли казанскому униксу, самарские легкоатлеты завоевали медали первенства России. В Адлере финишировало первенство России по легкой атлетике в копилке самарской сборной две медали. Даниил Фокин из Новокуйбышевска метнул диск почти на 50 метров. Это половина футбольного поля, за что получил бронзовую медаль. Более удачно выступила Софья Палкина из Тольятти. Она метнула молот дальше всех своих соперниц. Спортивный снаряд приземлился на отметке 71 метр 68 сантиметров. В результате Софья Палкина стала чемпионкой страны по легкой атлетике. В очередном матче чемпионата единой лиги самарские красные крылья на выезде в Казани уступили местному униксу. Первую половину встречи красные проиграли всего 4 очка 33 на 37. После перерыва самарцы продолжили натиск на кольцо уникса, но хозяева паркеты ответили точными бросками в сторону крыльев. Больше всех потрепал нервы самарской команде американский защитник Кертис Джеральдс. На его счету 16 очков и 4 результативные передачи. В итоге красные крылья потерпели поражение 56-83 и занимают 14 место из 16 в чемпионате единой лиги. В хоккейном клубе ЦСКА ВВС поменялось руководство. На время болезни президента самарской команды Михаила Нечапуренко контролировать ситуацию приглашен генеральный директор хоккейного клуба «Лада» Владимир Вдовин. Такое решение принял министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Сейчас Нечапуренко лечит сердце в Самарском областном клиническом кардиоцентре. В его отсутствие хоккеисты пригрозили бойкотом матчей плей-офф чемпионата российской хоккейной лиги. Клуб не платит спортсменам зарплату уже три месяца. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!